Приветствую вас на нашем втором докладе. Наш следующий докладчик Владимир Алямкин, который нам расскажет про материалы в рамках Unreal Engine 4 для мобильных игр. Материалы подразумеваются, видимо, шейдерные материалы. Да, всем привет. В общем-то, как я уже сказал, меня зовут Владимир, я технический элит в Mail.ru, в частности, в Пушкин Студио. И я немножко расскажу о том, как правильно оптимизировать материалы для мобильных игр, как к этому подойти, какие ошибки можно совершить и какие ошибки не стоит совершать. Начну я с маленького такого слайда, в котором я хочу сказать, что на данный момент разницы между мобилками и десктопом просто нет. То есть, если вы видите вот эту правильную картиночку, да, я специально сделал скриншоты с десктопа с Android и с iOS, разницу можно найти только в тенях. Само отображение абсолютно одинаковое. Это огромный плюс Unreal на сегодняшний день, который позволяет вам разрабатывать все на десктопе, оптимизировать все на десктопе и проверять на мобильных устройствах только уже конечную картинку и производительность. Естественно, есть в этом нюансы. Современные десктопные компьютеры или консоли поддерживают огромное количество инструкций, огромное количество драколов, сложные материалы. На мобилках не все так просто. Нам приходится жить в условиях ограниченной памяти, нам приходится жить в условиях ограниченного количества сэмплов, нам приходится жить в условиях ограниченных драколов. Да, это некоторая боль, как я и написал. Но, тем не менее, если не допускать таких явных ошибок и не прокалываться на них, то художник работает над материалами спокойно. Вы, даже если не художник, можете их оптимизировать, исходя уже из их художественной ценности. Я сразу хочу сказать, что приходится сталкиваться с такими вещами, как прозрачные материалы на Unreal, это отдельная тема, даже на десктопе, и в общем-то на мобилках с ними обстоят дела не лучше. И иногда что-то может пойти не так. Например, есть прекрасная версия iOS 9.3.5, в которой Apple по каким-то причинам решила поменять внутренние шейдерные инструкции, после чего некоторые материалы просто перестали работать. Это было исправлено сразу же в 10-й версии, этого нет в 9.3.4 версии, и если у пользователя есть 9.3.5, то приходится это учитывать. Но пойдем дальше. В общем-то, правила игры на мобилках простые. У вас очень мало памяти, очень мало памяти, и у вас не такая высокая производительность. Как мы будем экономить память? Все просто, сокращаем количество уникальных шейдеров. Чем больше у вас уникальных шейдеров в проекте, тем больше памяти требуется держать сразу же на старте. Каждый шейдер должен иметь минимальный размер. Очень легко получить шейдер, который будет весить просто 100 мегабайт, из-за того, что вы неправильно расставили галочки. 100 мегабайт оперативной памяти на мобилках – это, наверное, треть доступного вашего объема на сегодняшний день. Пакуем текстурки, но здесь ничего нового относительно десктопа тоже нет. Правила простые, я их сейчас объясню чуть более подробно. По производительности, это значит, мы считаем UV-шки на вертексном шейдере, а не на пиксельных шейдерах. Аккуратно пользуемся тем, что у вас может возникать тайлинг, который приводит к огромной потере производительности. Например, простой пример – ландшафт, уходящий в горизонт. Если вы допускаете очень маленькую ячейку на горизонте, вы теряете в производительности, как только игрок у вас посмотрит на горизонт. Ну и, наверное, если говорить коротко, это все. А если говорить немножко не коротко, то рассмотрим каждый из этих пунктов отдельно. Допустим, что такое уникальный шейдер? То есть вы пишете какой-то материал на Unreal, вы начинаете делать в нем различные возможности. Например, такая-то версия материала будет для низкого качества, такая-то версия материала будет для высокого качества. Такая-то версия содержит в себе текстурку, допустим, рафнеса. В этой версии материала рафнес задается с помощью цифрового параметра. Я не знаю, вы можете придумать еще кучу примеров, но если вы работаете под десктоп, абсолютно нормально иметь материал, в котором очень много свитчей. Реальность такова, что каждый такой свитч создает уникальный шейдер на мобилке. То есть, если у вас есть материал, допустим, он по каким-то причинам получился, занимает 10 мегабайт оперативной памяти. Вы поменяли в этом материале буквально одну переключалочку и решили, что для вот этой модельки будет использоваться версия с цифровым параметром рафнес вместо текстурного параметра. Добро пожаловать в мир того, что у вас появился полноценный материал весом точно таких же 10 мегабайт. То есть, когда вы создаете вот эти текстурные материал инстансы, вы должны четко быть уверены, что вы не используете, как я уже написал, различные булевые переключалки, переключалки качества и свитчи в них. Лучше всего продумать систему так, чтобы использовать цифровые значения. То есть, вы можете пренебречь буквально 5-10 инструкций ради того, чтобы ввести некий параметр. Например, я привожу. У нас в проекте используется RMM текстура, то есть, где рафнес и металлик на ней запакован. И в некоторых моделях абсолютно при точно таком же шейдере, как во всех остальных своих проявлениях, используется цифровое значение рафнес. Ну, например, вы сделали какой-то камень на сцене, он очень маленький, он очень простой, он стоит где-то далеко. Для него делать отдельную текстуру будет сильно дорого. Достаточно просто задать ему рафнес и не менять основной материал. Мы используем просто. Есть множитель, который решает, что им использовать. Данную текстуру, либо некий цифровой параметр. Если же вы используете текстуру, вы ее задаете, выставляете множитель в единичку. Все. Обычная линейная интерполяция приводит к тому, что вы плавно свитчаетесь между этими двумя вариантами. Если же ваш шейдер не использует эту текстурку, то вы просто выключаете, туда вставляете какую-то простую маленькую текстурку, которая не ест памяти и производительности, и пользуетесь этим шейдером. Да, есть небольшие накладные расходы, но они в плане производительности, в плане нагрузки на CPU, но не памяти. Потому что память – это самый ограниченный ресурс на мобильных устройствах, особенно когда мы говорим о проекте с большим количеством материала. Соответственно, пойдем дальше. То же самое касается вариаций шейдеров. В Unreal есть прекрасный такой раздел, называется usage у каждого материала. И здесь по умолчанию стоит галочка «Выставлять так, как вы используете в редакторе». К чему это приводит? Если стоит эта галочка по умолчанию включенной, вы используете этот редактор в каких-то тестовых целях. Вы его кинули на Skeletal Mesh, вы его кинули на Static Mesh, вы его использовали в каких-то сплайнах. Вы получили здесь такой хороший набор этих галочек, которые на самом деле у вас в игре потом не используются. Но так как они выставлены, все это будет упаковываться в проект. Каждая выставлена на такая галочка, в зависимости от типа этой, конечно, галочки, добавляет до 4 мегабайт оперативной памяти просто из-за того, что она стоит. Вы ее можете не использовать, а она будет. Соответственно, что делать? Как это проверять? Во-первых, я советую сразу же отключать эту галочку. То есть вы создали какой-то материал, сразу же ее отключили. Если материал не может быть использован, сейчас вам редактор напишет, что у меня нет этой галочки, включите ее, используйте. Тогда вы сами идете, включаете эту галочку, и все у вас получается. Ну и самое главное, проверяйте размеры шейдеров. Вы работаете под мобилки, распакуйте ипашку или АПКшку, которая у вас получилась после сборки. Все очень легко. Вы сразу видите, сколько у вас каждый материал есть на диске. И для вас сразу же подозрение. Вы смотрите простейший материал до Skeletal Mesh. Допустим, всего пара текстурок, а он у вас весит 20 мегабайт. Что-то не так. 20 мегабайт – это какие-то дикие количество памяти. Вы можете зайти и просто отключить лишнее. Вам потребуется, например, только Use it for Skeletal Mesh. Еще очень коварно есть настройки движка. Эпики не так давно ввели различное качество для различных типов устройств. На словах это звучит, конечно, круто. То есть пользователь качает на слабом устройстве. У него там древний Android, либо там современный Android за 5000 рублей, который должен вроде тянуть этот графон, но по каким-то причинам не тянет. Можно включить здесь настройку, настроить, что low-качество все отрубить. По факту так делать не стоит. К сожалению, эта система не идеальна и будет требовать много памяти. Потому что если вы будете включать вот эту вот галочку, Game Discards and Used Material in Memory, чаще всего на большинстве устройств что-то отвалится. К сожалению, парк устройств слишком большой даже для iOS. У них свои очень настройки качества и невозможно обеспечить все идеально. В итоге приходится отключать эту галочку и не использовать вот эти вещи. Это сугубо практика, которая приходит через время. Если вы включите какие-то здесь настройки, опять же, все версии этих шейдеров, мало того, что будут попадать в билд, они будут загружаться в память. Памяти очень мало, вам это не нужно. Если вы делаете игру на мобильные устройства современные, то по большому счету вот эти вот конфиги вам не нужны. Либо вы делаете какую-то простую игру, где вы ее сразу включаете для хай-качества. Например, вам не нужна система PBR, вы ее отключили, у вас там свой шейдинг, и тогда у вас снова лишь одна версия. Вот введение такого количества вариаций по факту не нужно. Скажем так, для полноты картины я включил этот элемент в свою презентацию, что надо поканально упаковывать текстуры, и, наверное, для мобилки тем более не использовать. Если у вас есть маска Rafness, есть маска Metallica, не надо использовать отдельные текстуры по очевидным вещам. То есть вы также точно используете память, хотя у вас есть каналы, просто упакуйте это в одну текстуру и используйте. Например, можно RME текстуру использовать, демиссив в третьем канале. Еще маленький нюанс, о котором стоит сказать. На мобильных устройствах альфа-канал, если он есть в текстуре, по памяти абсолютно равен первым трем каналам. То есть если у вас текстура содержит три канала и четыре канала, то есть четырехканальная в два раза больше сжирает памяти, чем трехканальная. Это стоит учитывать, потому что иногда получается такое как бы желание, ну, допустим, у меня нету отдельной текстуры, я хочу там, допустим, Rafness поместить в альфа-канал обычный color текстуры. Разницы вы сделаете уже новую текстуру или поместите в альфа-канал старый, по сути никакой с точки зрения памяти. С точки зрения ресурсов на диске, конечно, немножко отличается, но этим можно пренебречь. В плане производительности, первое, о чем хочется сказать, на мобилках нельзя считать UV-шки в пиксельном шейдере. То есть пиксельный шейдер – это все, кроме вот этих вот кастомайз-UV-блоков. Всего на мобилках поддерживается до трех таких блоков, то есть если на десктопе их восемь, то на мобилках три таких блока. Соответственно, какая идея? Все расчеты по UV вы делаете вертексом шейдере, отправляете, дальше их в пиксельный шейдер. То есть между тексткой арт-нодой и самой текстурой выборкой не должно быть никаких вычислений. То есть появление любых вычислений, переворачивание каналов, сложение, вычитание, любые операции приводят к тому, что текстурная выборка происходит очень долго. Это дорого с точки зрения производительности. Да, у вертексного шейдера есть свои ограничения, я чуть слайдом позже как раз их покажу, потому что есть некоторые артефакты, если, допустим, у вас происходит какой-то скейл этих UV-шек, а сетка для этого не готова. Ну, то есть, естественно, если вы считаете вертексом шейдере, то все зависит от того меша, который вы используете. Очень редкая ситуация, когда все приходится считать в пиксельном шейдере, но это использование шейдеров для интерфейсов. Естественно, там нет никаких вертексов, но они есть, но не используются. Поэтому приходится все считать в пиксельном шейдере. Но ограничения в три канала хватает в большинстве случаев. Если вы делаете, конечно, что-то хитрое, ну, наверное, стоит подумать, а если вы не укладываетесь в три вот этих вот UV-вычисления, стоит ли это вообще делать на мобилках? Все-таки мобилки – это ограниченное устройство. Вот по поводу тайлинга и сэмплирования. Простой пример. Мы делаем ландшафт, где пользователь может смотреть вдаль. Если же мы сделаем такой классический пример, просто взяли какую-то тайловую сетку, запустили и все, то к горизонту у вас тайл будет становиться все меньше, 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 меньше и меньше. Это будет уже, по сути, там каждая точечка, это будет отдельная такая текстура, полная выборка. Если это считать в пиксельном шейдере, это, конечно, грустно и печально. Производительность будет у вас падать, как только пользователь посмотрит в горизонт. Что в этом случае делать? Естественно, когда мы говорим о создании ландшафтов, на компьютерах существует множество техник, когда вы блендите несколько различных слоев с различным тайлом текстуры. Это все происходит, естественно, очень плавно, очень красиво, но это требует большего числа текстур, это требует большего числа вычислений над UV. Один из самых базовых вариантов – это использовать два скейла. То есть у вас есть размазанный такой скейл вдали и есть ближний скейл. При определенных углах камеры, естественно, это будет приводить к таким артефактам. Мы говорим сейчас про вычисления на вертексах, потому что у каждого полигона тут три вертекса. Естественно, этот скейл проходит не так гладко, как если бы вы считали его в пиксельном шейдере. Как избежать этих артефактов? Ответ – никак. Если вы делаете такую игру, скрывайте эти, скажем так, переходы с точки зрения дизайна. То есть, когда вы проектируете игру, вы должны понимать, какие у вас есть возможности. Если вы делаете шутер от первого лица даже на мобилках, не давайте пользователю, например, поднять камеру где-то на средний угол. А если даете, вы можете динамически эту границу отодвигать. Ну, если для какой-нибудь заставки вы это используете или нет. Если же вы делаете полноценный уровень с ландшафтом, используйте элементы ландшафта, используйте наклоны, используйте какие-то камни, чтобы скрывать. То есть геймдев – это вообще искусство фейка. Если вы посмотрите примеры от самих эпиков, чаще всего это грамотно поданный фейк. Поэтому вы должны при создании каких-то материалов, при поиске каких-то решений, искать, как этот фейк можно подать пользователю так, чтобы он фейком не выглядел. В зависимости от сетки, о чем я уже сказал, чем, скажем так, более детальная сетка, тем меньше заметен этот переход. Но иногда ее просто не имеет смысла использовать. Поэтому лучше скрывать какие-то такие вещи. Естественно, без особенностей работы на мобилках не обойдется. То есть, например, мы говорим про работу с отражениями. Если на десктопе отражение берется попиксельно, то есть каждый пиксель берет выборку от ближайшего именно к пикселю рефлекшн-пробы. Как это происходит? Вот здесь что-то очень хорошо заметно. Я специально выделил рефлекшн-пробы. У нее очень маленький радиус в данном случае. Она у меня вот здесь стоит. Соответственно, пиксели, которые оказались близко, они взяли от нее отражение. Пиксели, которые от нее далеко, взяли уже от другой рефлекшн-пробы. Это уже мобильный режим. Здесь все четко. Вот этот вот объект, это на самом деле огромнейшая такая плоскость. У него где-то есть пивот. И, соответственно, по этому пивоту он взял все рефлекшн-сферу и взял все из нее. Это просто надо учитывать и просто знать. Но на самом деле, если вы работаете под мобилку, то режим мобильного превью и S2 – это все-таки ваш основной режим. Не стоит в десктопе отсматривать графику. Есть такая фича, как плана рефлекшн, с которой эпики ввели, по-моему, версию назад. То есть это правильные такие отражения, плоскостные. К сожалению, для мобилок это не работающая, абсолютно не работающая вещь. Я не знаю, с какой целью ее стали показывать в презентациях, но стоит сказать, что даже на консолях просто включение, не использование, а включение вот этих вот планарных отражений приводит к потере 15% производительности. Включение. Неважно, есть на сцене это или нет. А если есть на сцене, то просаживается еще больше. Для мобильных устройств это потеря, там не то, что 15%. У меня по ощущениям, там просто треть производительности теряется только из-за включения этих вещей. Ну, к сожалению, да, мне не совсем понятно, почему это так. Учитывая, что на мобилках все-таки используется форма рендеринга, не деферит, но с этим приходится жить. Еще немаловажным аспектом для настройки именно визуала является отстройка генерации мипмапов. На это мало кто обращает внимание, потому что чаще всего оставляют по умолчанию, и по умолчанию у движка включено simple leverage, то есть каждый пиксель считается как там среднеархметическое. На самом деле, когда вы работаете с какими-то объектами, на которых вам хочется дать акцент, ну допустим, ваш главный персонаж, у него там такие красивые проработанные доспехи, чтобы каждая, не знаю, трещинка читалась, на ней текстура отрабатывала, вот стоит поиграться с этими настройками. Можно, конечно, на уровне всей текстурной группы, можно на уровне конкретной текстуры. Допустим, из моей практики мы очень часто используем sharpen 5, sharpen 7 для персонажей, для мира, потому что на мобилах это дает прям такую четкость, персонаж сразу же выделяется. Если использовать настройки по умолчанию, он получается такой мыльный, художники приходят и спрашивают, а что это такое, почему мыльный персонаж, вот мы его смотрим на десктопе, он красивый такой, а на мобиле размыленный. Вот эти особенности проявляются так. И, кстати, там есть очень интересные платформенные особенности, при определенных платформенных настройках текстура может меняться. Стоит на это обращать внимание, это касается в основном маков и iOS устройств. То есть, тестируйте, вот когда вы это настраиваете. Вообще, если коротко приходить к общему знаменателю по материалам, планируйте материалы. О чем это речь? Правильно продуманная система материалов, материал-инстансов, которая от них идет, сокращает память просто в разы. На собственном примере я столкнулся с тем, что изначально созданная мною система изначально созданная мною система отъедала сразу же 200 мегабайт памяти, а оказалось, что на диске это еще 500 мегабайт памяти сжирало, просто потому, что я не учел как раз вот эти булевые переключалки, о которых я говорил в начале. Соответственно, после того, как я перепланировал систему и ввел вот эту систему множителей вместо переключалок, шейдер стал 5 мегабайт, а каждый инстанс стал 3 килобайта. Соответственно, не знаю, двухпорядковая разница. Много материалов потребуют спецэффекты. То есть, если у вас есть в игре спецэффекты, а их не может не быть, различные выстрелы, различные дымки, различная магия, все это требует какого-то безумного количества частных случаев. Вот здесь начинается просто битва такая с теми, кто делает эффекты, потому что необходимо их убедить, что, ребята, давайте вы найдете какой-то общий знаменатель и сократите количество там, ну, хотя бы до какого-то приличного. То есть, у нас изначально было там порядка 40 различных материалов, и они все были различными, пришлось их продумывать, упрощать, и в итоге у нас вот 8 таких материалов. И то 8 достаточно большая цифра. Следить за материалами узорчей свитча, все, опять же, только ради экономии размера. То есть, размер на диске, по сути, равен размеру того, что у вас в памяти. Распаковываете IP-шку, распаковываете APK-шку, смотрите, что получилось. Если вы случайно это наставите, последствия могут быть очень странными, когда какой-нибудь маленький материал там буквально в одну ноду может там съедать просто 20 мегабайт памяти из ничего. Ну и еще аспект такой на мобилках, да, вот я очень люблю сам заниматься различной генерацией текстур, процедурными материалами увлекаюсь. Была у меня как-то идея наставлять различные процедурные материалы для интерфейсов, для объектов на сцене, но по факту мобильные устройства все-таки не готовы считать много математики. То есть, если вы можете что-то сразу же превратить в текстуру, просто превращайте. Например, текстура шумов, текстура различных дымов, текстура различных волн. Вы можете написать свой шейдер, отрендерить его в текстуру, как это в общем-то делается, и дальше использовать. Не стоит увлекаться процедурной генерацией на мобилках, кроме как ради эксперимента. Ну и, наверное, на этом все. Это краткий был такой ликбез. Если у кого-то есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Я принесу вам микрофон для этого, потому что идея со стойкой не очень хорошо работает. Включен. Вопросы? У меня вопросы по поводу свечей. Я прослушал на писюке. Там такая же история с дублированием памяти при их использовании? По сути, да. Ваш приз, да? Просто на PC можно этим пренебречь за счет общих объемов. Еще. Вопрос насчет математики. Вот я занимаюсь написанием шейдеров для Unity, и там математика себя ведет абсолютно непредсказуемо в зависимости от процессоров девайсов. С Unreal точно так же? К сожалению, да. Если мы говорим про Android, да. То есть на iOS в этом плане гораздо спокойнее? Да, на iOS стабильно. На iOS, то есть как оно в режиме эмуляции, так и вот. К сожалению, парк Android девайсов – это проблема, ну, такая аппаратная, а не софтовая. Да, я как бы, может, дополню чуть-чуть. Именно с материалами, у которых тайл двигается, ну, UV-шка двигается, лучше ее всегда подвинул на единицу и сбросил потом. Если она начинает уезжать очень далеко, на многих Android-устройствах просто появляются артефакты. Да, да, все верно, там лучше использовать. Еще. А, вот вижу. Сейчас, начнем. Здравствуйте. Вот вы сказали, что на Android альфа-канал дублирует как будто RGB, да? Это проблема связана с ETC1, потому как… Это не на Android, это вообще, в принципе, на мобилках можно рассказывать, что на OpenGL ES 2.0 наличие альфа-канала удваивает в памяти, сколько жрет текстура. Но тут идея, наверное, заключается в том, что сама текстура, да, она же потом… Есть сжатый формат и не сжатый. Если не сжатый формат, она, в принципе, так и будет занимать, потому что каждому пикселю соответствует RGB, правильно? Ну, RGB, но я так понимаю, эта проблема связана с тем, что ETC1, формат сжатия, который, в принципе, все пакуют, иначе на мобилку не можно было бы запаковать игру, потому что текстура одна была бы 64 мегабайта. И получается в оперативной памяти у вас несколько текстур, все бы оперативную память заняли. И ETC1 не поддерживает альфа-канал. И все движки, такие как Unity и Unreal, они создают такие, как бы, ну, костыль абстрактный, да, который берут две текстуры, то есть ваш RGB и создают еще одну новую текстуру альфа-канала, которую потом блендят для того, чтобы создать вам альфу. Вот. Но, в принципе, для каждого производителя, каждый, он создает свой формат, да, текстур. Потом также есть стандартизированный уже ETC2, но он работает, кстати, не на всех устройствах. И там уже альфа-канал присутствует в самом формате, и, в принципе, проблемы с раздуванием памяти такой уже нет. Поэтому… Видимо, бутейка села. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. О! Давай. Получается, когда создавать приложение, нужно под каждую платформу билдить отдельный тип текстуры, и тогда, в принципе, этих проблем не будет. И самое главное, что меньше артефакта и более высокое качество. А, кстати, вот предыдущий человек спрашивал по поводу того, что есть артефакты. Ну, у меня есть такой вопрос. А вы создаете эти шейдеры руками или в какой-либо программе в стиле там шейдер в поручке? Может ответить человек? Потому что есть разные ситуации из-за этого. Ну, человек сказал, что если тайлить часто, то возникают артефакты… Это артефакты, связанные абсолютно с математикой на мобильных устройствах. То есть, если вы в UV-шке отдадите какое-нибудь значение, там, 100 тысяч чего-то, на многих андроидах это приведет к просто непонятно чему. Я могу даже объяснить, почему так происходит. Потому что там используется тип памяти, да, в шейдерах. Там, начиная от базового, фикс на 8 бит, 16 и 32, и даже 64 бита размер. И получается, что если вы тайлите UV бесконечно большую цифру, создается, да, допустим, через час у вас будет там уже несколько десятков тысяч эта цифра, да, то получается, что точность сбрасывается из-за того, что ваша цифра большая, но после запятой, да, из-за того, что не как бы цифры с плавающей запятой, они вычисляемы, они не являются в памяти как просто цифра интеджер или как-то так, да. Тем самым точность сбрасывается, и получается, что ваш UV становится переход такими скачками из-за того, что падает точность. В случае, наверное, их нужно просто переносить некоторую математику в тот же vertex-ный шейдер, создавать, допустим, отдельные, ну, как бы, есть регистры, которые передают из vertex-а в фрагментный шейдер, да, и их через интерполятор передают, правильно? На самом деле здесь достаточно просто врапить значения и не мучиться. Что-что-что? Достаточно врапить значения, сводить их на интервалы. Можно врапить, ну, мало ли у кого какая ситуация. Я просто рекомендую многим людям потом пересматривать шейдера и переписывать их ручками, если они используют какие-то дополнительные программы или редакторы с вот такими, ну, как бы, flow-редакторами, вот.